Привет всем, мы с Украины. Сегодня наша история будет носить несколько детективных характеров. Детективность ее будет заключаться в том, узнать, где произведен цилиндр. Начало истории. Дважды хороший человек. Во-первых, хороший, потому что он наш коллега. А во-вторых, потому что он подписчик канала Сережа Инженера. Предоставили нам два цилиндра. Вот один цилиндр, вот второй. И первым будем рассматривать цилиндр-абус. Сразу у нас возникли некие предположения, где этот цилиндр произведен. То есть сам цилиндр. Вот он. По качеству его изготовления, заглушкам, пинам, мы предположили, что этот цилиндр произведен на немецком заводе по Фенхайн. Но мы с такими цилиндрами не встречались. С таким вот профилем я не встречался с таким цилиндром. Ну и мы начали свое такое мелкое расследование, где этот цилиндр произведен. То есть ребята с компанией Абус, представители очень открытые. Мы им задали вопрос, они подняли там всю цепочку. И оказывается, что да, действительно, этот цилиндр произведен на заводе по Фенхайн в Германии. Но исключительно для внутреннего пользования. То есть он продается только в Германии. Вот такой профиль. Что уже интересно. Что еще тут интересно в этом цилиндре? Ну, модель его называется XP10. Продается он в таком блистере с карточкой, на которой зашифрован код, скорее всего. Код нарезки ключа. И есть еще очень интересная функция в этом цилиндре. Эта функция называется антипикинг. Фу, антипикинг. Антипаник. Сорян. То есть, если, допустим, человек внутри закрыл дверь и развернул ключ, то в других моделях цилиндра повернуть уже ключ снаружи, ну, проблемно, ключом. Вот. В данном случае любой пользователь подходит со своим ключом и открывает дверь. То есть, если пожилой человек, ребенок, что-то там намотил, натворил, то есть всегда можно открыть двери снаружи, если ключ вставлен внутри. Эта функция называется антипатик. Антипаника. Очень интересная функция. То есть, уже интересная. Ну, а теперь поюзаем цилиндр. Посмотрим, как он будет себя вести в плане инструмента, в плане открытия. Профиль достаточно необычный. Вот. Что мы видим по ключу? То есть, мы видим 6 пинов и сбоку нарезка. Ну, я предполагаю, что эта нарезка определяет профиль, скорее всего. Она неактивная. То есть, ну, неактивные пины. Попробуем натянуть его сверху. То есть, давно мы не натягивали сверху. Вот. Места достаточно. Ну, и посмотрим, что к чему. Посмотрим, что сбоку. Ну, сбоку все пусто. Ну, скорее всего, это пассивные пины, определяющие профиль. Ну, и посмотрим, что он будет, этот цилиндр, как он будет вести себя на сколупывание. Так, вот есть затир. Челчок. Посмотрим дальше. Тут тоже есть затир. Достаточно тугие пружины. Ну, в принципе, пружины такие, похожи на по-фенхайновские. О. Вот тут еще какой-то второй пин, скорее всего, грибовидный. Я его походу и засадил. Но все равно цилиндр дал сработку. То есть, говорится о том, что есть фигурные пины. Как минимум, уже второй. И еще я чувствую четвертый пин. Сейчас возьмем чуть-чуть помельче, потому что вместо... Мало помельче отмычку, и попробуем его развернуть. Таким вот образом развернул, но ничего не произошло. Скорее всего, есть еще сзади фигурные пины. То есть, посмотрим, что... Они будут как себя вести. Тут нету. А тут есть. Отлично. Все то же самое, как и в тех цилиндрах, которые нам предоставляют. Цилиндры стандартно отличные. Мне вообще, обусцы, цилиндры нравятся. Английские. Очень хорошее впечатление. Они создают разные профиля. Куча профилей. И всегда интересно. Что скажем? Первое спасибо нашему подписчику. Подписчику зовут его Евгений. Очень хороший парень. Спасибо. Ну, посмотрим второй цилиндр. Второй цилиндр тоже непонятно, где он произведен. Но уже страну его производителя я не смог найти. Думаю, Евгений нам подскажет, где он этот цилиндр приобрел. Приобрел. Странно он работает. Цилиндр вообще создает очень странное впечатление. Я не говорю, что там плохое, хорошее. Он создает странное впечатление. То есть, тумблер работает достаточно жестко. Качество изготовления цилиндра вроде как похоже на что-то хорошее. Но качество мне не особо зашло. Цилиндр называется, я не выговорю, короче, Евроспец, Ля-Ля-Фа-Фа-Ля, Топа-Ля. Короче, аналогов нет даже в Японии. Тоже у него присутствует какая-то боковая нарезка. Достаточно сложный профиль. Вот такая вот ситуация. Ну и попробуем его склопнуть. Я уже буду натягивать снизу, потому что там профиль какой-то необычный. Ну и поелозим, посмотрим, что как нам будет совести. Я с такими цилиндрами не сталкивался. Ну, здесь копытка затирана на первом пене. Все хорошо, идем дальше. Блин, тут все как-то непонятно. Цилиндр на последнем пене. Затир. Непонятно, короче. Попробуем скинуть, еще раз поднатянуть. Пока я не чувствую никаких таких радикальных ощущений. То есть, о, есть какая-то сработка. То есть, нажав первый и последний пин, я добился какой-то сработки. Ну, понятное дело, что, скорее всего, из четырех оставшихся пинов, там всего шесть пинов, скорее всего, там какие-то фигурные пины есть. Будем посмотреть. Посмотрим, что со вторым. Нажимаем, и ничего не происходит. Попробуем его продавить дальше. Потому что часто такие грибовидные пины ведут себя по-другому. А продавить дальше практически не удается. Попробуем потихоньку разворачивать сам плах. О, продавил. И вроде, вроде что-то оно там стало. Попробуем посмотреть, что произошло. Ну, не произошло ничего хорошего. А точнее, я его даже не продавил. Наша песня хороша, начиная сначала. Очень странно, если идет пины, не дают разворота плага. Так, что у нас? Первый хорошо, второй совсем нехорошо. Вот он. Давайте еще раз попробуем его продавить. Мне уже самому интересно. Возвращаем чуть-чуть плаг назад. Пин упал глубже. Что уже радует. Но это какое-то возня-вознёй называется. Так. Так. Опа. Так. Что мы видим? Мы видим, что этот пин вроде как упал. Смотрим дальше. Тут еще пин. И тут еще пин. Все сверху. Четвертый тоже так же реагирует. Попробуем его таким же макаром развернуть вниз. Тоже потихоньку ослабляя плаг. Но я не ослабляю, даже его принудительно назад возвращаю. Вот. Вроде как нормально. Попробуем чуть-чуть ослабить. И нажать последний пин. Что произойдет? Еще больше сработка. Но это радует. Пятый пин. Такая же ситуация. То есть я все пины разворачиваю принудить. Опа. Что-то я очень сильно, по-моему, разверну. Сейчас попробуем его обратно. Да, чуть-чуть обратно поправил. Еще больше сработка. Так, но этот пин я не нажал. Пятый. Давайте еще раз попробуем. Есть. Нажал. И хорошо сам развернул. Отлично. Так, что у нас остается? У нас еще остается третий. И такая же ситуация. Да нет. Это какой-то издевательство. Ну, хорошо. Давайте попробуем. Тоже развернуть лак. Так. Вроде как бы я развернул. Опа. Красота красивая. Понятно. Но тумблер не двигается. Угу. Будем что-то придумывать с тумблером. Так. Оставим натяг. Оставим здесь натяг. Возьмем какую-то иголочку. Посмотрим, что у нас будет проследить с тумблером. Опа. Что-то есть зацепление куда-то. Но куда-то я очень глубоко, по-моему, впился. Попробуем дальше крутить. Пока ничего я не повернул. Попробуем еще раз поглубже вопьемся. Но если я впиваюсь поглубже. О. Пошло движение плага. Чуть-чуть. Но ничего такого радикального не происходит. Еще глубже выпьемся. Не нравится мне эта история. Будем искать что-нибудь поинтереснее. Возьмем такую вот иголочку. Вот так заведем. Потому что там куда-то впивается ненужное место, по-моему. А вот тут у нас все хорошо. И все миленько. С другой иглой у нас пошло все как по массу. Так-так развернем. Нам надо добиться полнейшего оборота. Вот сюда. Насколько я помню. Я говорю о. А так отлично. Ну, значит, вот таким образом надо с ним бороться. Ох, как тумбляж. Классно. Вот такая вот ситуация. Вот. Спасибо еще раз Евгению. Удивил. Больше удивил, конечно. Мне предварительное чувство насчет этого цилиндра. Но, скажем так. Английские всегда мне интересны цилиндры. То есть английские цилиндры я люблю. И мне интересно с ним работать. Что еще я хочу сказать. Спасибо всем за комментарии, которые пишут. Я сразу обозначу, что я отвечаю на комментарии под ником AlexZus. Вот. Чтобы никто не удивлялся. Ну, все, в принципе, данные в подписи есть. Наш телефон, наш сайт. Наш сайт нашей фирмы. Заходите, смотрите. Заходите на мой профиль. Фейсбука. Можем общаться. Но я прошу, задавайте вопросы по теме. Ни о чем... Ну, разговор ни о чем мне не нравится. Если кто-то хочет задать вопрос, желательно аргументировано. Всех прошу. Всем, конечно. Большое спасибо за комменты. Всем хорошего дня. Мирного неба. Удачи во всем.